Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока «Как охраняют животных». Мы узнаем об осенних изменениях в жизни животных, их охране, проведем наблюдение по плану. На прошлом уроке мы узнали, как животные приспосабливаются к различным условиям окружающей среды. Сегодня мы продолжаем изучать тайны животного мира. Отгадайте загадку. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. Когда это бывает? Правильно, ребята! Осенью. В это время года происходит изменение в неживой и живой природе. Осень является периодом подготовки к зимним холодам. От того, как животные проживут осень, что успеют сделать за это время, зависит их жизнь зимой. Самыми первыми приход холодов чувствуют насекомые. Они прячутся в укрытия. Многие насекомые зимуют в виде личинок, куколок или яичек. Также одними из первых прячутся жабы и лягушки. Лягушки с наступлением холодов ныряют в водоемы и спят на дне. А вот жабы, наоборот, прячутся на суше. Их зимним пристанищем являются корни деревьев или норки грызунов. Млекопитающие в осенний период начинают часто и сытно питаться. Ведь им необходимо накопить запас веществ и жира, который поможет им выжить в суровые морозы. А затем засыпают. Это медведи, барсуки, ежи. А белки, мыши и кроты начинают запасаться пищей впрок. Они несут в дом как можно больше орехов, ягод и шишек. Осенью у многих животных начинается линька. У них вырастает теплый подшерсток. У некоторых шерстка меняет свою окраску. Ящерицы и змеи осенью глубже забираются в свои норки, под мох, в опавшую листву, под корни деревьев, в гнилые пни и засыпают. Рыбы опускаются на дно водоемов. Некоторые зарываются как можно больше в тину или просто в ил. Они абсолютно неподвижны. Большинство рыб впадают в спячку. Это сомы, лещи, плотва. Когда наступают холода, перелетные птицы начинают готовиться к путешествию в теплые страны. Раньше всех родину покидают насекомоядные птицы, стрижи, скворцы, соловьи. Затем зерноядные и водоплавающие. В родных местах остаются лишь те, которые и зимой могут добыть корм. Но и они перебираются ближе к людям. На прошлом уроке мы выяснили, что клюв птицы помогает определить, чем она питается. Используя эти знания, предлагаю вам провести наблюдение и выяснить, почему ласточки осенью улетают. Проводить исследования будем, используя ряд картинок. Давайте вспомним план выполнения наблюдения и заполним устный научный дневничок. Какую цель мы ставим перед собой? Цель. Выяснить, почему осенью ласточки улетают. Объект. За какими животными мы будем наблюдать? За ласточками. Этапы. Первое. Рассмотреть внешние особенности строения клюва ласточки. Второе. Определить, чем питаются ласточки. Третье. Выяснить причину отлета. Оборудование. Картинки. Срок на уроке. Давайте рассмотрим ряд картинок и проведем наблюдение по плану. Рассмотрите внимательно клюв ласточек. Что вы заметили? У небольших птичек клюв короткий, острый, широко открывается. Ласточки питаются на лету, употребляют в пищу преимущественно летающих насекомых. От мелких жуков до мошек. Насекомые осенью исчезают раньше всех. Это мы узнали сегодня на уроке. Чтобы не погибнуть от голода, птицам приходится осенью улетать в теплые края. Вернемся к научному дневничку и запишем результаты. Результаты. Ласточки – небольшие птички. Клюв короткий, острый, широко открывается. Питаются летающими насекомыми. От мелких жуков до мошек, которых ловят в полете. Вывод. Ласточки питаются насекомыми. Это можно определить по внешнему виду клюва. Так как насекомые осенью исчезают, то ласточки остаются без корма. Чтобы не погибнуть, они вынуждены лететь в теплые края. Это причина перелета птиц. У природы много друзей, но и, к сожалению, есть и враги. С каждым годом на Земле становится все меньше и меньше животных. Почему так происходит? Рассмотрите схему и назовите причину исчезновения животных. Первое. На численность животных влияют вырубка лесов, спашка полей, осушение балов, загрязнение рек, морей и океанов. Человек уничтожает места обитания животных. Второе. Неосторожное применение ядов и химических веществ уничтожает всех живущих поблизости животных. Третье. Неразумная охота и промысел. Животные, птицы и растения уничтожались постоянно, и многие совсем исчезли с лица Земли. Для защиты животных люди придумали необычную книгу. Это красная книга. Цвет переплета у нее красный. Как вы думаете, почему красный? Это сигнал тревоги, опасности, предупреждения. Красная книга – научный труд, содержащий списки растений и животных, которым угрожает опасность исчезновения. Для удобства пользования страницы у книги цветные. На красных листах помещены исчезающие животные. На желтых – уязвимые виды, животные, количество которых быстро уменьшается. На белых – сведения о редких животных. На зеленых страницах – сведения о восстановленных видах и находящихся вне опасности. То есть животные, которых нам удалось сохранить и спасти их от вымирания. Пройдемся по страницам красной книги. Красные страницы – исчезающие виды животных. Ирбис – снежный барс. Хищное млекопитающее. Незаконная охота ради меха существенным образом сократила популяцию ирбиса. Снежный барс находится под угрозой исчезновения. Сапсан – быстрая хищная птица. Сапсаны издревле страдали от отлова для приручения и использования на охоте. В результате сапсаны попали в красную книгу. Сейчас отлов и продажа их запрещена. Численность птиц начинает медленно расти. На желтой странице красной книги мы можем увидеть выхухоль – небольшое насекомоядное млекопитающее. Уничтожали выхухоль ради меха и из-за специальной железы, которая выделяет мускусный запах. Вырубка лесов, загрязнение водоемов, где обитают животные, привели к тому, что выхухоль находится на грани исчезновения. Переходим к зеленой странице. Бобер – млекопитающее. Оно исключительно растительноядное животное. Главную угрозу бобрам несет человек. Бобров истребляли ради меха и бобровой струи, которая используется в парфюмерии и медицине. Для сохранения этого ценного зверя были приняты меры по защите, и популяция бобров восстановилась. На белых страницах красной книги можно увидеть утконоса. Если мы не защитим растения и животных, попавших в Красную книгу, они погибнут. Оберегать нужно не только отдельные растения и животные, а всю природу, как единое целое. В нашей стране созданы заповедники, где сохраняется природная среда, нетронутые леса, горы, степные участки. Что же такое заповедник? Заповедник – участок земли, либо водной поверхности, на которых запрещается всякая хозяйственная деятельность человека. Заповедники оберегают спокойствие дикой природы. Важно сохранить все виды животных, которые природа создавала в течение миллионов лет. Пришла пора проверить, что вы узнали на уроке. Игра. Кто здесь лишний? Медведи, барсуки, мыши и ежи наедаются летом, а зимой спят. Правильно, это мыши. Они не впадают в спячку. Они просто находятся в норах под снегом. Ирбис, бобер и сапсан записаны на красной странице красной книги, так как находятся на грани исчезновения. Верно, лишний бобер. Он является восстановленным видом и записан на зеленой странице. Я думаю, вы справились с заданием. Сегодня на уроке мы узнали о бассейнах изменениях в жизни животных, их охране, провели наблюдения по плану. Наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!